Половина лета прошла. Общеобразовательные заведения активно готовятся к новому учебному году. Кроме обустройства классов, спортзалов, ремонтов и приобретения оборудования и инвентаря, думают и о библиотечном фонде. И ждут вступления в силу нового закона об образовании, который, с одной стороны, приведет к сокращениям, но и позволит существенно сэкономить деньги. Учебниками школы Белгорода-Днестровского, Затоки и Сергеевки в целом обеспечены, говорит начальник отдела образования. По сравнению с 5-10 годами ранее, сейчас ситуация намного лучше. Тогда учебников на всех детей не хватало. Найти в свободной продаже хорошие пособия тоже было непросто, да и стоили они дорого. В этом году к выбору школьных книг подключились сами учителя. Сегодня школы выбирали свои подручники самостоятельно, сами заходили в репозиторий подручников, самостоятельно делали свои замовления. На сайте министерства были размещены страницы, разделы подручников, все было очень удобно. Самостоятельно они выбирают, и теперь самостоятельно они отвечают за качество. Практика, когда школы заказывают учебники по своему усмотрению, удобна и для учителей, и для учеников. Так можно выбрать пособия, хорошо зарекомендовавшие себя в прошлом году. Педагоги ожидают, что получат именно те книги, которые они заказывали, а не те, что будут в наличии на складах. Еще надеются на то, что дети смогут воспользоваться выданными книгами бесплатно. Есть опасения, что по новому закону приобретение учебников ляжет на плечи родителей. О шестидневке, введение которой разгрузит плотный график школьников, речь пока не идет. Но окончательно это будет известно с принятием закона об образовании. Изменения, а точнее сокращения, могут произойти и во внешкольном образовании. Они уже коснулись кружков, секций, студий, в которых дети занимаются бесплатно. Местный бюджет, за счет которого в основном будут содержаться кружки, может их не потянуть. Важно будет бить по педагогам позашкільной освіти. Это если она будет принята как допомежная, другорядная, и сейчас уже много новых терминов появилось в освете, значит, эти педагоги будут избавлены дии, ну, сегодня 56-й статті, которая предбачает социальный защит педагогов. И ци надбавки, какие есть, и вислуга уроков, и вихід на пенсию, а пока Верховная Рада увеличила расходы Министерства образования и науки Украины на издание и приобретение учебников для общеобразовательных учебных заведений. 130 миллионов гривен для этого появились благодаря сокращению расходов на аппарат парламента.